Летние каникулы принято считать беззаботной порой отдыха. Однако ученики Одинцовского лицея номер 6 имени Александра Сергеевича Пушкина в очередной раз решили доказать, что это время можно провести с пользой. Вместе с одноклассниками с удовольствием потрудиться и подзаработать, не выходя, как говорится, из родных стен и с территории любимого лицея. В этом году у нас 44 трудовых отряда с оплатой труда несовершеннолетних, в которых работают ребята от 14 лет. Таких детей в нашем районе 659. И вот отряд собран и готов к выполнению работы. Но прежде чем рваться в бой, необходимо прослушать инструкцию по технике безопасности. Обязательно в руках у вас должны быть перчатки. Если вы моете или чистите что-то, это резиновые перчатки. Ребята, если вы копаете или рубите, рабочие перчатки. И обязательно, чтобы избежать вашего травматизма. И вот теперь точно пора. Старшие обозначают фронт работ и дети берутся за инструменты. Какую же выгоду получает подросток, записавшийся в трудовой лагерь? Прежде всего надо говорить о хорошей социализации ребенка. И прежде всего о том, что он попробует, что же такое зарабатывать настоящие деньги. Конечно, это не очень большие деньги с точки зрения, может быть, современной молодежи. Ребята у нас получают полторы тысячи заработной платы и 3400 рублей – это материальное поощрение. Также Одинцовский центр занятости населения выплачивает нашим ребятам 1250 рублей в качестве также материальной помощи. На территории лицея дел много. Тут надо и цветы полить, и сорняки повыдергивать, и землю перекопать. Да и в самой школе тоже надо навести порядок. Но при всем объеме работ видно, что ребятам совместный труд не в тягость. Я работаю с 14 лет в школе, потому что я не хочу сильно как-то волновать своих родителей. Я хочу им помогать по максимуму, как могу. Вся работа подростков строго регламентирована законами Российской Федерации. Общее количество часов в неделю – не более 24. Каждые 40-50 минут – перерыв. При температуре свыше 25 градусов продолжительность рабочего дня сокращается. Порой желающих подзаработать подростков оказывается больше, чем рабочих мест. О чем следует помнить, чтобы гарантировать себе место в отряде. Конечно же, я хотела бы пожелать и нашим ребятам, и их родителям, как можно раньше определиться с их пожеланием поработать в летний период. Потому что наши рабочие места в таких отрядах очень и очень востребованы. И действительно серьезно отнестись к возможности почувствовать, что такое взрослая жизнь, как зарабатываются деньги, и правильно распорядиться этой суммой. Потому что, возможно, очень многим она поможет подготовиться к новому учебному году. Или исполнить их какую-то, пусть небольшую, но заветную мечту. Вот и подошел к концу еще один трудовой день. И, как гласит старая поговорка, в народе тот не забудется, кто честно трудится. Алексей Логутин, Иван Морозов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Санислав Трифон «Одинцова». Продолжение следует...